С апреля в городской черте увеличивается риск возгорания травы и мусора. Какие меры профилактики предпринимают пожарные? Здесь в свою очередь мы как надзорный орган обязательно ведем профилактическую работу с управляющими компаниями. Будем требовать однозначной очистки всех территорий между зданиями от старой травы, от листьев и так далее. Ну а также добиваться своевременного вывоза мусора и всех этих старых отходов. Граждане могут нам позвонить, у нас есть телефон в отделе, соответственно мы примем обязательные меры к управляющей компании и потребуем вывоз мусора. Какие микрорайоны Калининского чаще всего страдают от пожаров? И как жителям уберечь от огня свой дом? Перед выходом на работу обесточивать квартиру, обесточивать все электроприборы. Раз, два, иметь во-первых в квартире первичные средства пожаротушения, обыкновенный огнетушитель. Не лишним будет поставить пожарный извещатель. Район академическая, гражданка. Вот эти районы достаточно напряженные у нас. То есть туда больше всего происходит выездов. У нас есть список неблагополучных вот этих по району, там порядка 300 человек в этом списке. Но это лица склонные к употреблению алкогольных, наркотических веществ. Мы с ними тоже работу проводим. Насколько защищены от огня школы в преддверии открытия на их базе летних лагерей? И какими замечаниями пожарных пренебрегает руководство учебных учреждений? Ремонтные работы, проведение ремонтных работ раз. То есть это скопление мусора, каких-то отходов, какой-то старой мебели. Это все равно с течением... Но в течение года вот это имеет место. Это и захламление аукционных путей, выходов, вот чем-то там, или мебель, или что-то еще. Это и не вывоз мусора. Школа находится наша на достаточно таком высоком уровне с точки зрения пожарной безопасности. Все они оборудованы системами пожарной сигнализации, системой оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре. За прошлый год пожарные подразделения района предприняли порядка тысячи выездов. Из них большая часть, около 700 случаев, в жилой фонд. В этом году произошло уже 45 пожаров. Два человека погибли.